Ну вот и цирк, наконец-то. Приехали. О, здравствуй, Рот. Я заждался тебя. Где же ты пропадал? Я не понял, Пеннивайз. Где дети? Где мои толстенькие, пузатенькие дети? Дети будут, не переживай. Просто представление задерживается. У нас кассир заболел. Ведь кроме реализации нашего коварного плана, было бы неплохо и заработать на этом. Надеюсь, ты не забыл, о чем мы договаривались? О чем? Мы договаривались, что ты привезешь мороженое с секретным ингредиентом. Дети его съедят во время представления и станут толстыми. И я слопаю испуганных и толстеньких детишек. Ах да, забыл. Понимаешь, планы поменялись. Мне еще нужны пухлые детишки, чтобы закончить свои исследования и получить рецепт секретного ингредиента. Вот я и приехал за ними. Ведь ты обещал, что во время представления будет много малышей. Ну тогда у нас ничего не выйдет, род. Современные родители следят за здоровьем своих детишек и кормят их так, чтобы те не переедали. И все, кто сегодня приедет, будут обычными стройными детьми. А ведь помнишь, как раньше было? Всегда можно было найти какого-нибудь толстяка и поиздеваться над ним сласть. Закрой рот. Чего это ты? Ничего. Это личное. Значит, говоришь, не будет пухленьких? Не будет. Я лично рекламировал представления и видел их всех. А ты сам-то не мог поймать по дороге хоть кого-то? Да есть у меня в фургоне одна толстенькая старушка. Только боюсь, что этого мало. Нужно еще. Балди, где я, бабушка? Ты очнулась? Наконец-то. Тебя заморозил и посадил в клетку мороженчик. А что ему нужно от меня? Что он хочет со мной сделать? Я не знаю. Балди, деточка. Всегда в трудную минуту нужно звать на помощь людей. Я звал. Но, наверное, я не выгляжу так солидно, как ты, бабушка. И из-за этого мне никто не верит. Это все моя злая сестра виновата. А ведь я говорила ей когда-то. Мальчику нужно давать хороший борщик с капусткой, сосисочки, салатик, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вкусный чай. Ладно, бабуля, не нужно сейчас об этом. И так кушать очень хочется. Если никто не хочет нам помочь, значит, нужно поискать какие-то инструменты, чтобы спилить замок. Может, ножовку? Или напильник какой поищешь? Хорошо. Пойду поищу. Где же мне искать это добро? Кажется, мороженщик с кем-то разговаривает. Значит, мне нужно срочно найти, схватить парочку упитанных малышей. И завершить свои исследования до начала представления. Думаю, я знаю, где их искать. И где же? На детской площадке. О, нет. Нужно скорее вернуться в фургон. И что? Так он и сказал, что будет ловить малышей? Да, бабушка. На детской площадке. Ты должен помочь, Имбалди. Я сделаю это. Чего бы мне это не стоило. Береги себя, внучок. Эй, ребятишки. Идите все сюда. Дядя Мороженщик угостит вас вкусным мороженым. Малыши, скорее уходите отсюда. Бегите домой. Сейчас вас поймает дядя Мороженщик. Не мешайте нам. Вы что, не видите, мы играем. Ах так. А ну, брысь отсюда. Мелочь пузатая. Побежали, сестра, от этого нехорошего мальчика. Не волнуйся, братик. Жизнь его за это накажет. Ахахаха. 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 Ну вот я и спас малышей. Я герой. Попался. Это ты мне, малыш, Нюхсю распугал. Ставьте лайк за продолжение. И если хотите узнать, что Мороженщик сделает с Балди, давайте наберем 10 тысяч лайков. А также подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok